На прошлом уроке начали разъяснение того, что является достоверным хадисом, так или нет, и дали определение достоверному хадису в арабском языке и в терминологии хадисоведения. Затем вкратце указали на то, что в достоверном хадисе есть пять условий. Так или нет, пять условий, и при этом успели разобрать, что такое иснат, и что такое непрерывность исната, и как узнать, является ли иснат непрерывным или является прерывающимся, так, прерывистым. Теперь продолжаем чтение и говорим. И говорим, «Охуа битаскинингха патахрикуха юхиллю биннозан». Говорит в байкуни «Охуа», «Аэта», то есть что значит «Аэта»? То есть когда он говорит «Первый из видов хадисов – достоверный хадис». А этот, то есть достоверный хадис, что это? Говорит «Маттасала иснадугу» – это тот хадис, который является целостным, непрерывным. Поэтому одним из условий достоверного хадиса является то, чтобы его иснат был непрерывным и был целостным. И этим самым условием выходят у нас те хадисы, иснат которых является прерывистым и не является целостным, так? Ихаль – то есть в любом случае, где бы не был пропуск виснаде. Как, например, хадис Мурсаль – пропуск виснаде, который является перед пророком Сарлатан. Или что? Просто прерванный, в любом месте. Или что? Просто прерванный, в любом месте. Это когда виснаде сразу два пропуска подряд. Или хадис Мурсаль – это когда пропуск виснаде со стороны автора книги. То есть Бухари говорит сразу, например, от Абу Гурейры, от пророка, и пропускает иснат, который со своей стороны до Абу Гурейры, например, ради Аллахан. Понятно или нет? Отсюда, исходя из того, что мы прочитали, что получается, алейкум ассалям. То, что непрерывность исната и его целостность, является чем? Условием достоверного хадиса. И если это условие не выполняется, тогда хадис не может быть достоверным сам по себе. Понятно или нет? Теперь такой вопрос. А если иснат является целостным и непрерывным, обязательно ли исходит из этого то, что хадис достоверный или нет? Нет, не обязательно, так или нет. Сколько таких хвабых хадисов, иснат которого является целостным и не является прерывистым, так или нет? Почему мы говорим, что это не влечет за собой обязательности достоверности исната? Потому что это условие – одно из условий хадиса, достоверного. И выполнение его еще не говорит, что хадис стал достоверным. потому что возможно, что не выполнены другие его условия. Ясно ли мы? Говорит, «Уалам яшузза». И вот здесь есть второе условие достоверности хадиса. Это то условие, чтобы он не был отколотым от общей группы, как называется, риваятов, или дорожек этого хадиса. «Бубитат яшузза бисад хальмусанна ат-тахтия обам мишин аль-мухджама уакаслиха ваташдите зал аль-мухджама». То есть это слово можно говорить как «яшузза», а можно говорить как «юшизза». Понятно, да? Можно говорить «яшузза», а можно говорить «юшизза». «Аубидам мил мусанна ат-тахнию фақшим аль-мухджама ташни в зал аль-мухджама». Это латвы? Или еще можно говорить «юшаззу». То есть и так, и так в арабском языке проходит. Поехали. «Уақсу шузуз келлюха». Основа слова «шузуз», так, то есть от холода. В арабском языке Камақали ибн Усарис, как об этом сказал ибн Усарис в своей книге «Му'джам Макайс аль-Люха», 3 томства, 80-ая страница. Он сказал «ядуллу аляль-инфират». То есть слово «шазз» в арабском языке, когда люди говорят, арабы употребляют слово «шазз», что они имеют в виду? Это слово указывает на «инфират», одиночество. Так, одиночество. «Уаль-муфараха» и «отделение». То есть когда человек является одиноким, про него говорят «шазз». Он как бы от холода, так? И что еще «муфараха», то есть «отделение». Когда человек отходит от общей группы и остается один, тоже про него говорят, что «шазз». Понятно ли? Это в арабском языке. «Мин шазза шей яшизу шузузан». Так? «Вапи иссалаха л-мухаддисин», а в терминологии мухаддисов, «ютлаку аля муха л-сати ман юстаджу биги лимангу ау л-мингу». А смотри, в терминологии мухаддисов, что такое «шазз», что такое отколотый хадид? У него есть два определения. То есть ученые мухаддисы называют словом «шазз» сразу два явления. Понятно ли? Сразу два явления. Первое явление. «ютлаку аля муха л-сати ман юстаджу биги лимангу ау л-мингу». Когда тот, ман юстаджу биги, тот передатчик, который заслуживает доверия, так? И его хадидсы являются доводом. То есть какой передатчик? Крепкий. Передает приставки, передает крепкий передатчик у нас хадид. Так или нет? Так вот, он вместе с тем, что он заслуживает доверия, его хадидсы крепкие, но он что делает? Муха л-сати муха л-сати муха л-сати муха л-сати муха л-мингу. Тому, кто выше него, или кто больше заслуживает доверия, чем он. Допустим, два крепких передатчика. Один из них крепкий передатчик, а второй имам. Так или нет? Один из них крепкий передатчик, а второй является имамом. Например, один Исмаил Ибн-Джиафар, крепкий передача, а второй имам, имам Малик, например. Исмаил Ибн-Джиафар передает хадис в сборнике муслима, допустим, так, говорит, что, говорит, в Аллахи, в Аллахи, ла аслаха ин садака, про того человека, когда человек пришел, пророку, саламу, и сказал, если я буду читать только пять намазов, так, и буду держать у разумия с Рамадан, и скажу, ля аля гиналлах, и не буду к этому ничего добавлять и убавлять, Исмаил Ибн-Джиафар, крепкий передача, имам Малик, тоже крепкий передача. Если бы не было ревоят имама Малика, то мы бы взяли ревоят Исмаилевну Джахара, тот ревоят, где пророк клянется отцом этого человека. Но мы говорим здесь, имам Малик выше него, имам, и передает этот же самый хадис без этой добавки, без добавки о том, что пророк, собственно, поклялся отцом этого человека. Исходя из этого, что получается? Что имам Юхстаджуби тот передатчик, который заслуживает доверия. А кто в нашем случае? Исмаилевну Джахар, делает что? Мухалята, противоречие, лиману ауламингу, тому, кто выше него и больше заслуживает доверия, чем он. А кто в нашем случае? Имам Малик. Исходя из этого хадис Исмаилевну Джахара, как называется у мухаддиса шаз, отколоты от общей группы, понятно? Это первое явление, на которое мухаддисы, как называют, которое мухаддисы называют словом шаз, понятно? И второе... Пророку можно было снять, не было для Аллаху. Нет, не пророку, не было для Аллаху. Этот хадис является слабым. Осколоты от общей группы, соответственно, он что, потерял условия достоверности хадиса, понятно, и перестал бы достоверно, стал слабым. Ясно ли? Говорит и второе явление, на котором, или которым называют мухаддисы, которое называют мухаддис словом шаз, Когда Тафарруд Аррауи, когда Аррауи, то есть передачик, Тафарруд делает, то есть передает какой-то ревоят, он один. И его, его сила, сила его памяти не дает нам, как сказать, уверенности в нем. Как это понять? Смотри, передачик не является крепким передачиком. Он является тем, он является тем, хадисы, которые принимаются, но они такие, шаляй-валяй. То есть идут на уровень кого? Хасан, хороших хадисов только, понятно, да? И его память не позволяет нам возвысить его хадис до уровня достоверного. Представили себе такого передачика? Передачик, память которого не такая сильная, как тех, которые передают достоверный хадис. То есть только на уровень хорошего идет. При этом этот передачик передает хадис, передает хадис, который никто, кроме него, не передает. Никто, кроме него, не передает. Ясно или нет? И мы отвергаем этот хадис, так как он не способен вынести такую, что, такую Тафарру, такую одиночество. Понятно или нет? Потому что его память не настолько сильна. Для примера, допустим, у нас есть имам Лейф-Ибн-Уса, или имам, допустим, Ибн-Шагапа Зогри, имама Зогри. У него, допустим, сидит 100 учеников. Постоянные ученики вместе с ним ночь, день, ночь, день, так, 100 человек. И один приехал, допустим, к нему на месяц. Приехал на месяц и сидел вместе с его учениками на уроке Зогри. Потом уехал и передает от имама Зогри хадис, который никто из его крепких передатчиков не передает. Понял или нет? То есть совершает что? Одиночество. То есть выделяется от всех, чем? То, что он передает то, что они все не передают. И мы говорим, этот хадис мы у него не принимаем. Почему? Вопрос. Его же память хорошая, то есть он же заслужил, чтобы его хадисы были хорошие. Мы говорим, да, если он не выделяется своими хадисами от общей толпы, от общей группы. Понятно ли? Но если он выделяется от общей группы тем, что все не передают остальные, то это называется чем? Шаз. То же, что хадисам шаз, то есть отклоненным хадисам. Не принятым хадисам, слабым хадисам. Почему вопрос? Почему мы не примем и скажем, он же заслуживающий доверие, у него же хадиса хороший, почему мы не примем его хадис? Потому что он что? Потому что все основные ученики Зугри, которые сидят с ним день и ночь, почему-то не передают этот хадис. А этот утверждает, что он услышал хадис от Зугри, и 100 человек не услышали, а он услышал. Понятно ли? Отсюда у тебя возникает сомнение. Видимо, он, из-за того, что его память не так сильна, плохо выучил хадис от Зугри, так или нет, и передал хадис, который не передали остальные. Теперь вопрос. Чем отличаются первые явления от второго явления? То есть мы сказали, что мухадисы называют словом шас два явления, первое и второе. В чем разница между первым и вторым? Когда Исмаил ибн Джафар передал то, что не передал Малик, а здесь один ученик передал от Лефи ибн Саада то, или от Зугри, чего не передал второй. В чем разница? Первым был достоверный и лишний человек. Так? 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 Хорошего уровня, так? Это первое отличие. Еще какое отличие есть? Так, а здесь? Правильно. То есть что это второе отличие? Первое отличие в том, что в первом случае передача крепкого уровня. И также может быть также хорошего уровня тоже в первом случае. А во втором хорошего, так? Про крепкого это говорят редко. Тоже бывает, но редко. Но основное отличие в чем заключается? В том, что в первом случае есть мухаляфа. Видишь? Мухаляфа это что? Противоречие. Двое передают. Два человека передают хадис. Но первый противоречит тому, кто выше него. А во втором случае нет мухаляфа. Есть просто тафаррут. Одиночество. То есть он никому не противоречит своим хадисам. Так или нет? Никто вместе с ним не передает хадис так, что он противоречил бы ему. Но просто что он проявляет одиночество. И передает то, что не передает остальные. Ясно или нет? Оба этих случая называются у ученых хадисов шайвы. Отклоненный хадис. И они не принимаются. Есть, как называется у ученых, есть таблица, грубо говоря. То есть до какого уровня слабость памяти не позволяет нам принять его одиночество. И переступив в какой уровень слабость памяти, так мы способны уже его одиночество принять. Принимается одиночество или нет, смотрится по разным аспектам. Не только по памяти. Допустим, такой хадис, который должны были рассказать все ученики, и не только он. И почему-то рассказал его только он, и никто не рассказал, допустим. Понятно, да? И в некоторых случаях могут принять, смотря на хараин, смотря на второстепенные доводы, понятно, да? Смотря на улики, грубо говоря, так? На вещи, которые подтверждают или не подтверждают. Принимать нам или не принимать. То есть все не так просто. Просто когда мы проходим Манзум аль-Байфунея, мы говорим только об основе. И от этой основы есть естественные исключения, которые будут проходиться в других книгах, в высших книгах. Понятно ли? Но здесь ты запомни такую основу. Первый и второй. Если передача крепкого уровня передает хадис, который противоречит хадису того, кто выше его уровня, то его хадис сейчас не принимает, отклоняет, и второй, если он передает то, что не передает другие, при этом силы его памяти не позволяют нам принять его хадис, то он тоже сейчас отклонен ему хадисом, они его не принимают. Это основа. Из этой основы есть исключения. Но об этих исключениях будем говорить дальше. Понятно ли мне? Весь этому не место. Этому не место. Говорит дальше. Говорит дальше. Вос аяте, поэтому сказал. Вос аяте мазиду баскин лагума. Еще придет, что? Более глубокий разбор понятия шааза отклонения. Говорит, то есть разобрали второе условие достоверности хадиса, чтобы он не был отклоненным. Ясно? Теперь ау юаль. Теперь что? Юаль. И чтобы в нем не было болезни. Это третье условие достоверности хадиса. Хадиса. Что такое, чтобы он не был больным? Говорит, берется это от слова «илла». «илла» в арабском языке. Болезнь. «Ва хил аилла аль-кадиха из гайру аль-кадиха ва инсуммият аилла тан, лакинна ла тахлаху фил хадис». Здесь, говорит, имеется в виду «илла аль-кадиха». Такая болезнь, которая нарушает достоверность хадиса. Почему? Потому что гайру аль-кадиха бывают такие болезни, которые не нарушают достоверность хадиса. «Ва инсуммият аилла», даже если они называются болезнями, «на тахлаху фил хадис», но не противоречит достоверности хадиса. «Каиддаль хихатин макан хихат», как, например, замена достоверного передатчика другим достоверным передатчикам. Сейчас объясним, что такое. Вот смотри. В хадисе может быть болезнь. В хадисе может быть болезнь. Но болезнь у мухадисов бывает двух видов. Болезнь, которая вредит достоверности, или болезнь, которая хоть она есть, но достоверности не вредит. Какой пример тому, что она вредит достоверности хадису? Допустим, человек, например, жил одновременно с тем, от кого он передает. И внешне, посмотрев на хадисе, ты можешь подумать, что этот человек слышал от него хадис. Однако, если ты покопаешься глубже в книгах о передатчиках, ты, оказывается, узнаешь, что он хоть и застиг его, и даже, может быть, встречался с ним, но ничего из этого у него не слышал. Исходя из этого, цепочка оказывается такой прерванной. То есть это болезнь какая? Которая вредит достоверности хадиса, так как нарушает что? Одно из условий хадиса. А это какое? Непрерывность и снадость. Вот теперь второй вид болезни, который не вредит достоверности. Как, например, пришло в хадисе про хадж, когда Джабер рассказывает хадис о хадже пророка Салавасана. Или другой хадис Джабера так, в общем, хадис о том, как Джабер продавал своего верблюда пророка Салавасана. То есть пророк Салавасан сказал ему, продай мне своего верблюда. И у этого хадиса приходит несколько ревоятов в одном сборнике мухам. В одном говорится, что Джабер продал ему этого верблюда по такой цене. В другой уже выше цена указана, в другой ниже цена указана. В четвертом ревояте указано по другой цене. Понял, да? То есть есть разногласия в ревоятах. Почем продал Джабер своего верблюда пророка Салавасана? Это болезнь или не болезнь? Болезнь. То есть это указано то, что передатчики плохо выучили этот хадис. То есть один говорит одну цену, другой ее называет, вторую цену и так далее. Но это такая болезнь, которая не вредит основе достоверности хадиса. Понятно ли? Поэтому мы говорим, весь этот хадис достоверный. То есть кроме вот этой проблемы, что болезнь в хадисе, но эта болезнь не достигает уровня, посредством которым мы можем что-то загубить и исходить. Понятно ли? И как называется, вынести из уровня достоверности на уровень слабости. Ясно? Поэтому мы говорим, когда мы говорим, что третьим условием достоверности хадиса является то, чтобы не было в нем болезней, имеется в виду, чтобы не было в нем болезней, которая вредит достоверности. Что касается, если в нем болезнь, которая не вредит, то в этом нет проблемы. Понятно ли? Это не будет нарушать условия достоверности хадиса. Вот теперь здесь Шейх Туркель Абедине привел и сказал. Пример на то, когда болезнь бывает невредящей. Это когда, говорит, один крепкий передатчик заменяется виснади другим. Какой пример? Например, виснаде у тебя пришло Хаммад, Хаммад, так? Анфулян, допустим, Хаммад от такого-то. Или Суфьян от такого-то. Мы знаем, что Хаммад бывает Хаммад ибн Зайд, и бывает Хаммад ибн Саляма. А здесь написано Хаммад, и ты не знаешь, какой из них. Зайд или ибн Саляма. Понятно или нет? Вот теперь вопрос. Вредит эта болезнь? То есть, эта болезнь, ты не знаешь, какой Хаммад в данном хадисе. И представь, что случилось так, что невозможно узнать. Те, от кого он передает, шейхи обоих. Те, кому он передает, ученики обоих. То есть, ты не можешь вычислить, какой Хаммад здесь конкретно. Теперь вопрос. Вредит это достоверность хадиса или нет? Будь то ЗЭС или будь то Ибн Сальма. Не вредит, так как оба они являются крестной передачей. И какой бы из них ни был здесь, один остается достоверным. Так или нет? Поэтому здесь Суркеля Обедини привел этот пример на то, что замена на то, как болезнь бывает невредящей. Понятно или нет? Но однако здесь отметьте у себя два условия этого примера. То, что этот пример не совсем правильный в данном случае. Почему? Потому что этот пример будет правильным, только если соблюдаются два условия. Первое. Чтобы один из этих двух крепких передачиков не был слабым относительно именно этого шейха, от которого он передает. Как это понять? Допустим, смотри. Давай сначала послушайте, потом запишем. Как это понять? Представьте, если Хаммад Ибн Зейд и Хаммад Ибн Салям. Мы говорим, в общем, оба они крепкие. Но представь, что тот шейх, от которого вот этот Хаммад в этом Иснаде передает, один из Хаммадов слабый относительно него. То есть смотри, может ли быть так, что передачик вообще крепкий, но от какого-то конкретного шейха слабый? Мы говорили, может, на прошлом уроке мы приводили пример. Вот теперь представь, что один из этих Хаммадов, например, Хаммад Ибн Саляма, слабый конкретно, допустим, одного из шейхов. И этот шейх как раз приходит в этом Иснаде. Это вредит Хадис или не вредит? Вредит, потому что мы можем сказать, что может быть в этом Иснаде Хаммад Ибн Зейд, а может быть Хаммад Ибн Саляма. А Хаммад Ибн Саляма, когда передает Хадисы от этого шейха, его Хадисы слабый. Исходя из этого, появляется возможность того, что Хадис слабый. Понятно или нет? Возможно, что он крепкий, если это Хаммад Ибн Саляма. Но возможно, что он слабый, если это Хаммад Ибн Саляма. Поэтому здесь замена крепкого крепким уже не является что? Не вредящей болезнью, а не является какой болезнью? Вредящей. Поэтому первое условие, допишите, чтобы оба этих передатчика, или так точнее, чтобы один из этих передатчиков не был слабым относительно конкретно этого шея. Это одно из условий, чтобы замена крепкого крепки не была вредящей болезни. И второе условие, чтобы оба этих передатчика слышали от этого шейха хадисы. Слышали хадисы от этого шейха. Как это понять? Смотри, опять на наш пример возвращаемся. Хаммад ибн Саляма и Хаммад ибн Зайи. Пришло в Иснаде Хаммад. Непонятно какой Хаммад. Шейх, от которого они передают, проблема в том, что Хаммад ибн Зайи от этого шейха слышал. Но Хаммад ибн Саляма хоть и передает от него хадисы, но ничего от него не слышал. Понятно или нет? Исходя из этого получается, что есть в Иснаде пропуск. Так? То есть не то, что пропуск, а есть возможность пропуска. Если в данном случае имеется ввиду, кто Хаммад ибн Саляма. Да, если Хаммад ибн Зайи нет проблемы. Но если Хаммад ибн Саляма, тогда будет проблема. Так что возможно он... Почему? Потому что от этого шейха он ничего не слышал. Ясно или нет? Поэтому это второе условие, чтобы замена крепкого крепким не вредила достоверности хадисам. Просто это может быть немножко что? Тяжело, но для того, чтобы разъяснить слова турки на Абидине, чтобы они не прошли просто так не малышей. Чтобы у вас не стало за основу, что любая замена крепкого крепким сразу, что мы закрываем на нее глаза, и она не вредит. Нет, она иногда вредит, если эти два условия не соблюдаются. Понятно? Дальше шейх. Говорит, что касается вредящей болезни, что это такое, говорит, вредящая болезнь? Иаибара ансабабин хафиин. То это говорит, что причина хафиин, скрытая, хамид, которая, как называется, хамид, тоже как невидное, так и невидимое, хадихин фил хадис, который вредит хадисам. То есть сразу ты эту что? Болезнь не заметишь. Если ты взглянешь, то есть ты, как мухаддис, так взглянешь на Иснац, то не увидишь в нем никакой загвоздки. И можешь заметить болезнь только если ты будешь копаться глубже или посмотришь книги о болезнях хадиса. Понятно? А так внешне посмотришь, проблемы никакой нет. Поэтому, говорит, аильна является болезнью только в том случае, если она незаметна и вредит хадису. Ясно или нет? А если же вещь является заметной, является заметной, то она, по идее, тоже называется болезнью у мухаддиса. Но когда они конкретно говорят, просто болезнь ни с чем не связывается, имеют в виду скрытую болезнь незаметность на глаз. Ясно или нет? Это имеет в виду и вредит хадису. Исходя из этого, мы, говорит, говорим, что больной хадис, это тот хадис, это тот хадис, в котором напоролись, как бы, или что, нарвались, так, истули-а-тихи, то есть что, как это по-русски, культурно сказать, наткнулись, так, наткнулись на какую-то болезнь, который вредит его достоверности, вместе с тем, что внешне свободен от этой болезни, так? То есть, если ты внешне посмотришь, то не увидишь никакой проблемы в этом. Это определение, какого больного хадиса надо будет выучить. Вообще, надо будет выучить все определения, которые у нас на этих двух листочках есть, которые мы раздали, так? И еще мы подробнее разъясним также, что такое больной хадис, когда дойдем до этого вида хадиса, так? То есть, этот вид хадиса, больной хадис, еще отдельно придет дальше. Там, говорит, мы дальше подробно разъясним. Теперь вот вам вопрос, можете себя отметить как отдельный вопрос, добавка. Почему мы говорим, что ученые, почему, сочнее так, почему мухадисы выделили отколотость, так, вот это шузуф, есть же шаза, второе условие, почему они выделили его как отдельное условие достоверности, вместе с тем, что это тоже болезнь? Почему? Потому что явно. Нет, не обязательно. Отколотость может быть неявной. Неявной может быть. Допустим, что человек передает хадис, и, как, например, что? Он один, и второй передает такой же хадис, но без добавки. И тяжело различить, кто из них сильнее, кто слабее. Так? Мы говорим, один из них ошибается в любом случае. То есть, это что, тяжело, незаметно сразу, например, взгляд? Но почему тогда? Мухадисы не ограничились тем, что сказали условие, чтобы не было в нем болезни, а не добавили то, чтобы он не был отколотой. Потому что отколотой, отколотой, болезнь, цепочкой, цепочкой, цепочкой. Так? Ага. Возможно, есть пробка. Возможно. Давай запишите ответ. Ответ такой более, как называется, более обобщенный. То, что мухадисы, ученые хадисовения, выделили отколотость отдельным условием, а не включили его просто в болезнь, так, как одно условие. Почему? Потому что ученые фикха, а также усуриль фикха, так? Ученые фикха. Не выделяют отколотой проблемой. Не выделяют ее болезнь. Не считают, что это болезнь. Поэтому, чтобы указать на ее важность, мухадисы выделили ее отдельным условием. Ясно или нет? Допустим, смотри. Ученый по фикху приходит, у него два хадиса. Два ревоята одного и того же хадиса. В одном пришла добавка, а во втором добавка не пришла. Допустим, пришло у нас в хадисе о том, что пророк Савасан указывал пальцем во время Ташагуда в сторону Каабы. 14 человек передает этот хадис словом «указывал». А один передает и говорит «указывал» и при этом что? «Двигал», так? И при этом «двигал». Мухадисы говорят это что? Сейчас, так или нет? Отклоненность. То есть этот один выделился от основной группы людей, передатчиков от 14 человек и стал чем? Тем, который передает этот ревоят отклоненным способом. А ученые фикха говорят «не, это не проблема». И говорят, что можно нам указывать и двигать. А мухадисы что говорят? Нет, говорят «только указываешь и не двигаешь». Понятно? Для этого более правильное мнение в этом вопросе. Почему? Потому что мухадисы не считают, что обязательно должно быть противоречие в смысле. Почему? Потому что некоторые фикха говорят, здесь движение не противоречит указанию. То есть тот, который говорит, что пророк не просто указывал, а еще и двигал. Если я вот так делаю, то есть двигаю, можно ли сказать, что я указываю? Говорят «да, можно сказать, что я указываю». То есть передача движений не противоречит передаче какой? Указания. А раз нет противоречия в смысле, мы, говорит, принимаем все и не рассматриваем, он там отклоненный или не отклоненный и так далее. А мухаддисы говорят нет. Нет такого, что мы принимаем только если что, если есть противоречия в смысле. Даже если нет никакого противоречия в смысле, мухаддисы называют это отклоненным, так, отклоненным и не принимают и не строят на нем постановление шариатки. Ясно или нет? И кто в это не верит, так можете посмотреть. В любые книги мухаддисов нигде нет такого, что они не называют хадис шах, если он не противоречит друг другу в смысле. Ясно ли? Один реваят о другом в смысле, если не противоречит, а ничто не называет его шах. Нет, они называют его шах и не принимают его, так и не строят на нем постановление. Даже если нет никакой разницы в смыслах. Понятно ли нет? Поэтому, что ученые мухаддисы выделили отклоненность как отдельное условие достоверности хадиса. Не включили его под просто болезнь, так как ученые фиха и ученые условно-фиха не выделяют его как болезнь и не видят в этом никакой проблемы. И если кто-то передает то, чего не передает другие, или противоречит кому-то более сильному передаче, ученые фиха говорят, мы это принимаем и строим на это постановление, и исходя из этого строим действия, которые, возможно, даже не узаконен уширяются. Ясно ли? Теперь второй вопрос, или вторая добавка, которую тоже добавим от себя. Тоже запишите здесь. Какая основа в хадисе? Является ли основой в хадисе то, что в нем нет болезни? Или наоборот, основа, что в нем, возможно, есть болезнь, и надо ее искать? То есть перед тобой хадис, так? Перед тобой хадис. Ты посмотрел на яснат, внешний у яснат достоверный. Можешь ли ты просто, не покопавшись в книгах по болезням хадисов, так, или не поискав глубже, сказать, все, мне достаточно, что внешне болезни нет, и основа у хадиса то, что у него нет болезни, я принимаю хадис, действую по нему, а дальше, что будет, что будет. Или нет. Или основа в том, что нет, болезнь, она есть, ее надо искать. И ее нет только тогда, если ты ее искал и не нашел. Какая основа? Какая вторая? Да, действительно так. То есть основа у мухадисов в хадисовении так, то, что хадис, как называется, в нем болезнь есть. И ты можешь сказать, что хадис достоверный только после того, как ты убедишься, поищешь, посмотришь и убедишься, что болезни нет. Поэтому это сделали одним из условий достоверность в хадисе. Отсутствие болезни. Понятно, нет? Это говорит о том, что ты должен поискать и убедиться, что болезни нет. И после только этого сказать, что в третьем условии достоверности хадиса состоялось, так? И хадис можно назвать достоверным. И это мнение выбрал кто Хафиз ибн Хаджир в книге Аннукад. Хафиз ибн Хаджир в книге Аннукад, 1 том, 484 страница. И также от Сахауи в книге Фатфа-ль-Малыйф, 1 том, 18-19 страница. Ясно ли нет? То есть, чтобы просто это не было то, что я это от Телябера, то есть, это пришло от хадиса. И в этом есть вопрос и в этом есть разногласия. Дальше говорит Туркель Абедини. Ярвихи Адлюн. Четвертое условие достоверности хадиса, чтобы его передавал религиозный человек. Айянкулюху Адлю. Вальмурад биль Адлю. А что имеется в виду под словом религиозный? Манлагу Малакатун. Тахмилюху аля мулязаматит саква вальмуруа. А религиозный человек это тот, который обладает внутренней верой, так, или внутренней силой. Маляка, это что? То есть, ты обладаешь какой-то внутренней силой. Тахмилюху, которая заставляет тебя аля мулязаматит саква, придерживаться богобоязности. То есть, не врать на послание к Аллаху. Понятно ли? Не обманывать, не лгать на послание к Аллаху. То есть, люди бывают двух видов. Первый, у которого есть, это внутренняя вера. Сила внутренняя, так, которая не позволяет ему перейти границу и обмануть на посланника Аллаха. Понятно ли? То есть, он боится Бога, боится Аллаха спонталя, и поэтому, что он не лжет на его посланника. А второй, у него нет такой силы, так. И он лжет направо-налево, ему без разницы, налгал он на посланника или не налгал, так. И поэтому этот человек не называется религиозным человеком. Этот человек называется хаасихом, так, и называется админ, и называется религиозным. И так же на муруа, так же эта внутренняя сила заставляет его придерживаться муруа. То есть, чего? Порядочность. О, действительно, правильное слово машула. Сколько раз преподавал бы я по ней, никак не мог придумать, как ты говоришь, слово. Порядочность, так. То есть, когда человек, например, если какие-то есть действия, которые в народе считаются неприличными, совершать при людях, так, у него есть внутренняя сила, и он не совершает этого при людях. Этот человек является админом. А если он совершает этого при людях, что? Что он не называет, то мухадид админом. Например, если у людей принято, что нельзя, допустим, выпускать газы громким образом среди людей. Так. Например. И этот человек выпускает газы среди людей. Этот человек не называет, специально, естественно, не стесняется этого. То есть, если нет, он не видит вообще в этом никакой проблемы. Несмотря на то, что он вырос и жил среди людей, которые видят в этом проблему. Понятно, да? То есть, он что нарушает? Он нарушает муруа, нарушает порядочность. Исходя из этого, мы понимаем, что у человека внутренняя сила недостаточно, чтобы запретить ему это действие. Понятно или нет? Или, допустим, мочиться при людях. Хоть это и не является проблемой, потому что пророк Хала-Санама мочился так, что его закрывали от людей, но не удалялся от людей. Но если он вырос в народе, в котором это считается, как-то сказать, сильно позор, и он это делает, тоже про этого человека говорят, что это не газы. Даже если это, по идее, не противоречит шариату, и даже если это делал пророк, но если он вырос среди людей, где это считается запрещенным, считается позором, и он все равно это делает, то, что этот человек уже не религиозный человек, потому что он нарушает что? Муруа, он нарушает порядочность. Понятно ли? Он сказал, что это определение, что это хазад ибн хаджи, так дал такое определение религиозности, кто ибн хаджи. Вот Аккаба у Сан'Анин сказал, но полисал его за это имам Астан'Анин. Амир Астан'Анин сказал, то есть то, что такое определение не является правильным чему религиозность. И сказал, то есть то есть разъяснение религиозности, то есть внутренней такой силы, так, нету этому быть основы в арабском языке, так? И также не пришло от шариата или не пришло в шариате даже одной буквы, которая бы доказывала, что это определение религиозности является правильным. И говорит, Всевышний, Аллах сказал относительно свидетелей, то есть в суде, что он сказал? Пусть засвидетельствуют два религиозного человека из вас. Теперь вопрос, как мы можем узнать религиозный человек или религиозный? То есть у нас же должно быть определение, чтобы мы могли разделять этот религиозный, а этот нет. Аллах сказал, в суде пусть всего из вас религиозных засвидетельствует. А в другом месте сказал, пусть засвидетельствуют те свидетели, которыми вы довольны. Видишь, Аллах разъяснил, что такое религиозность, тем, что это те, которыми вы довольны. И говорит, и довольство свидетелем является чем разъяснением, кто такой религиозный человек. Потом Астана Ани сказал, поэтому, исходя из этих двух аятов, религиозный человек это тот, тот человек, сообщение которого твое сердце принимает спокойно. То есть ты уверен в его сообщении и что у тебя нет сердца сомнений в его сообщениях или в том, что он говорит. Ясно или нет? Вот этот, говорит, человек, адли религиозный. И успокоилась душа, или душа спокойно на то, что он передает. Ясно или нет? Здесь можете, что еще третье определение, но оно есть здесь, листочка записывать не надо, просто прослушать, понять. Есть еще третье определение, чему? Религиозности. А это тот, который Это тот, который не совершает намеренно больших грехов и не постоянствует на малых грехах. Так говорят про человека религиозного. Кто такой религиозный человек? Тот, который не совершает больших грехов и при этом не постоянствует на малых грехах. А большие грехи, это те грехи, относительно которых в шариате пришла какая-то угроза. Как, например, не заговорит с ним Аллах, или будет ему то-то из огня, или будет ему какой-то конкретный вид наказания. Так, те грехи, относительно которых пришло конкретное указание, что есть за это какое-то наказание какое-то, эти грехи являются большими. Так вот, если человек остерегает этих больших грехов и при этом не постоянствует на малых, то он называется религиозным. А тот, который, как называется, не соблюдает этого, не называется религиозным. Это третье определение религиозным. И истина, братья, во всех этих трех определениях есть. Понятно? То есть тоже, допустим, что, если мы возьмем слова Сана Ани, которые говорили, что Ибн Хаджир неправ. Допустим, пришел человек, двое, что два свидетеля пришло в службу, и сидит перед судьей. Но не знает он этих людей, так? Откуда у него будет спокойный сердце на их свидетельство? Он вообще понятнее имеет, кто они такие, первый раз их в жизни видит. Но если за них люди засвидетельствуют и скажут, да, они не совершают больших грехов. А, представь, теперь люди засвидетельствуют, мы уверены в их хабаре. Ты скажешь, да кто ты такой, чтобы я взял свою уверенность? Ты уверен, а я не уверен, так или нет? Откуда я могу быть уверен, что он действительно Адм? Просто потому, что ты уверен, а кто ты такой вообще, так или нет? Поэтому, если они скажут в суде, мы уверены в их, как называют, известии, потому что они не совершают больших грехов, и потому что они непостоянно на малых грехах, так или нет? И потому что мы видим их внутреннюю силу, которая не позволяет им лгать, например, на пророка, и нарушать порядочность среди людей. Из-за этого наше сердце спокойно на него, что? Известии, поэтому мы спокойнее. Тогда судья что скажет? Тогда я принимаю. Правильно ли нет? А так просто сказать, что Адм, религиозный, это тот, на известии которого у тебя спокойное сердце, так тоже будет недостаточно. Поэтому мы говорим истинно во всех этих трех определениях. Что? Муро – это что порядочное. Входит сюда, входит тоже. Если человек нарушает порядочность, то мухаддисы не принимают у него хаддисы. Понятно ли? Поэтому надо на это внимание обратить. И не выпускать газы громко среди людей, так? Непорядочный человек. Непорядочный человек. Непорядочный человек. Непорядочный человек. Или продолжает это быть чем? Четвертым условием, так? Нет, это уже четвертое условие. Четвертое условие достоверности хаддиса – ваби. Чтобы человек был, обладал памятью, так? Достаточной памятью. Ай ваб танцамнан. Чтобы у него была память, достаточная для того, чтобы принять его хаддис как достоверность. Уагаде и гиасифа турижал ас-фахи. И это и есть образ тех передатчиков, которые передают достоверные хаддисы. И как ученые, говорит, выражаются относительно такого передатчика. В книгах о... Че? Джарфа таадил, как перевести? В книгах Джарфа таадиля, так? В книгах о критике передатчиков или о принятии передатчиков. Бикаулихим масалян сика. То есть как ученые называют человека, который обладает достаточной памятью для того, чтобы принять его хаддисы как достоверность. Они называют его так. Говорят про него сиха. Сиха – это кто? То есть крепкий передатчик. Если ученый, хапис, говорит про какого-то передатчика сиха, ты отсюда понимаешь, что его хаддисы принимают как достоверность. Ясно ли? Или говорит «фикатун сапт» – крепкий-крепкий. То есть добавляет еще один что у вас, еще одно описание. Не просто сиха, а еще и сиха сапт. Сиха сапт сильнее, чем просто сиха. Так или нет? Потому что у него есть еще добавка сапт. Сапт – это тоже крепкий. Ау фикатун бабис. Или говорят «крепкий бабис», с хорошей памятью. Ау фикатун хафиз. Или говорят «фика хафиз». То есть он не просто уже крепкий, а еще и хафиз. То есть выше, чем крепкий. Так? Или говорят «амир уль-му'менинах и хаддис». Говорят «амир верующих в хаддисах». Так, например, имам из Бухари и тому подобное. Или с Уфьяна Саурии и так далее. Ау нахвы жаликами на лау саф. Или тому подобное описание. АЛЛАТИТУФИДУ КУВАТАХИБЗРРАВЫ ВАИСХАНИИ. Из которых ты понимаешь, что память передатчика и его исхан, то есть его четкость, так, дошла до уровня достоверного хафиза. Хаддис. Понятно? Дальше поехали. А слово «дапт» в арабском языке у него есть несколько смыслов. Из них «АЛХАЗМУ ВАЛЬУЗУМИШЕЙ МАААДАММУФАРАКАТИ». «АЛХАЗМ» – это что? Твердость. «ВАЛЬУЗУМИШЕЙ» – и когда человек или когда какая-то вещь постоянно находится вместе с какой-то вещью. «МАААДАММУФАРАКАТИ» – и не разделяется с ней. Понятно ли? Это слово «бабт». То есть в арабском языке, если какая-то вещь постоянно как хвостик следует за другой вещью, это называют чем? «Бабт». То есть он постоянно как привязанный к нему. И для чего назвали передатчика «бабитом» тогда? Потому что его хаддисы, как привязанные к нему, не отходят от него. Когда он захочет их рассказать, он их рассказывает. То есть его память позволяет ему это. Понятно ли? Постоянно. Постоянство этих хаддисов при его голове, понял, да? Или при его сердце. И «АДАММУФАРАКАТИ» – эти хаддисы от него не отделяются постоянно вместе с ним. И когда он захочет, он их рассказывает. Если так, то этот человек, что «бабит» – крепкий передача. «ВАМИНГАЛЬХИБ» – и второй смысл слова «дабт» в арабском языке – «память». То есть если про человека хотят сказать или хотят сказать память, говорят «бабт». И так же слово «дабт» употребляется в арабском языке как «исправление ошибок». То есть если говорят «работа над ошибками», так используется такое слово «дабт». Поэтому говорят «он исправил книгу». Видишь, «баба таль-китаб» – то есть что сделал? Убрал оттуда все лишнее и оставил только нужное. Понятно ли нет? Или если чего-то не хватало, добавил туда. «Баба таль-китаб» – то есть «исправил от худшего к лучшему». И тому подобное. То есть «исправил ее проблемы и ошибки». И привел ее в достоверное состояние, в хорошее состояние и тому подобное. И теперь что? Определение «бабта» – так, памяти, в чем в терминологии мухаддиса. То есть «когда передатчик будет с крепкой памятью». Это чтобы передатчик был мутаят-казан, то есть, как это называется, проснувшись на состоянии. Понял, да? То есть он не был сонный, беспечным, чтобы не был. Он был что? Бодрым, чтобы он был. Гэйра-му-рафаль. Чтобы не был беспечным. Понятно, да? Чтобы он понимал, что он делает, что он говорил, чтобы был в курсе событий. Уаля-шагин. И при этом он не был что? Забвений. Уаля-шагин. И не был сомнений. То есть не такой, что он передает хадисы и сомневает, а может так, а может так и так далее. Понял, да? А когда сидит на уроке, он сагин. То есть он кто туда смотрит, кто сюда смотрит. То есть не слушает шейха. Такой человек, да, невнимательный. Сагин – это что? Чтобы он был внимательным. Уаля-шагин. И не был с тем сомнений. Фи халятей ас-тахаммули валь-ада. В двух случаях. Фи халятей ас-тахаммули валь-ада. И в то время, когда он что? Передает этот хадис. То есть вот эти вот качества передачи, чтобы он был бодрым, чтобы он был небеспечным, чтобы он был внимательным, чтобы он не был в сомнениях. Когда требуются от него эти качества? Не всегда требуются, так или нет. Допустим, человек передачи, он спит, он ест, он шутит, он играет. То есть он что? Не обязательно в этом случае, чтобы он был соответствующим условиям. Но он должен соответствовать условиям в двух случаях. Когда он перенимает хадис от шейха, чтобы он был внимательный, чтобы он был бодрый. и понимал, что он берет и так далее. Понятно, да? И Аль-Ада, когда он отдает эти хадисы, то есть, когда передает эти хадисы своим ученикам. Нужно, чтобы он не был в сомнениях и не был беспечным. Понятно ли? Чтобы передавал четко и знал, что он передавал. Вот если передатчик передает таким образом, тогда он кто? Бабит. Понятно ли мне? То есть, в хорошей памяти. Соответственно, условия, соответствуют условиям чего достоверность хадисов. Дальше. Вот Бабту, Бабтан. А Бабт бывает двух видов еще, так? Бабт у мухадисов бывает двух видов. Бабту Садрин, первое, это Бабт, как сказать, сердце, так? Чтобы его сердце было с хорошей памятью. Почему? Потому что память у нас сердце. И говорит, а что такое Бабту Садрин? Какое его определение? Это говорит, чтобы он укреплял то, что он слышал, то есть укрепил то, что он слышал до такой степени. Так, бихаисов, ятамаккан, буртин был бы, так, чтобы он, ятамаккан, был способен, мин истихбариги, так, вывести то, что он заучил Наташа, когда он захочет. Когда он захочет, как это понять? Бабту Садрин. То есть, человек будет памятью сердца, то есть, у него в голове или в сердце, так, память достаточная для того, чтобы дойти до уровня и достоверности. В каком случае? Если он июзбит на самьягу, так, утвердил у себя сердце то, что он слышал, то есть хадис, который он слышал от шейха бихаису, таким образом, ятамаккан, то, что он способен это выдать, так, выдать своим ученикам Наташа, когда захочет. Понял, да? Допустим, пришел к нему ученик и говорит, какой хадис от шейха услышал про то-то, про то-то. Он говорит, так, 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 рассказал мне такой-такой, от него такой-такой, от него такой-такой, что Пророк сказал так, и рассказывает тебе хадис. Понял, да? А если человек пришел к нему, ученик его и говорит, ну-ка, расскажи мне этот хадис, он говорит, и не может вспомнить, шаг у него есть, сомнение, а может так, а может так, в общем, что, или рассказывает пол-хадиса, а пол-хадиса не может рассказать, у этого человека Бабту Садр нету. Понял или нет? То есть, у него нет достаточной памяти, чтобы он назывался передатчиком уровня достоверных хадисов. Ясно или нет? Теперь вопрос. А как так можно добиться? То есть человек он забывает, так или нет? Разве может быть такой человек, который в любой момент, разбуди его в три ночи, так вспомнит тот хадис, который он брал от шейха? Может быть так или нет? Оказывается, может. Как это быть может? Говорит. Имеется здесь в виду, чтобы он постоянно возвращался к своей памяти. А иначе мы скажем, что забывчивость и что невнимательность приходит к человеку, так или нет? То есть человек не является тем, который никогда не забывает, всегда бывает внимательным. Нет, он иногда забывает, иногда бывает невнимательным. Но у имамов этого дела, так то есть у чего? У мухаддисов были различные пути, мутааддида, различные. То есть каким образом они возвращались к своей памяти? Фатаратам бин Музакара. Иногда они это делали посредством Музакара. То есть садились два имама и друг другу напоминали хадисы. Друг другу рассказывали для того, чтобы их не забыть. Понял ли я? Закрепить. Так что садились двое или больше. И друг другу рассказывали хадисы, так и свои памяти. А иногда другой путь использовали. Какой? Постоянно повторяли, 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 повторяли этот хадис. Для того, чтобы его хранить и держать в памяти. Понятно ли нет? Исходя из этого, тот человек, у которого сильная память в сердце, как это достигается, или в голове, то, что он в любом моменте может рассказать хадис. Такой человек называется в хорошей памяти. Теперь вопрос. А как этого достичь, что он может в любой момент рассказать? Двумя путями. Либо ты постоянно рассказываешь своему напарнику, так, то есть, допустим, там, здесь сидишь вместе, говоришь, давай, Музак разделан, давай. Ты расскажешь хадисы, он тебе рассказывает, ты расскажешь, он тебе. И этим сам ты что делаешь? Ты не вспоминаешь, ты не вспоминаешь. Почему? Потому что ты их не забыл. А ты просто, и что? Достигаешь того, чтобы ты оставил их в памяти, чтобы они не ушли от тебя. Не заучиваешь. Ты уже их заучил. Но ты этой Музакарой добиваешь от того, чтобы они не ушли от тебя после того, как ты их заучил. Да, закрепляешь. А если иначе ты так не будешь делать, они у тебя, в конце концов, забудут. И второй путь какой? Без напарника, просто сам. Дома сидишь, что? И делаешь текрар. Понятно, нет? Повторяешь, 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 повторяешь. Хада, Расулуллах, када, 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 када. 20 раз, 30 раз ходишь, повторяешь, чтобы он у тебя постоянно сохранялся. Иначе, если ты так не будешь делать, он у тебя что? Уйдет. Ясно? Дальше говорит, уа бапту китабин. И второй вид бапты это что? Бапт книги. Представь человек, нет у него хорошей памяти. Но мы на нем крест не ставим, так или нет? И не говорим, что он все пропащий человек. Почему? Потому что есть второй вид бапты это что? Книга. Уа гуа цияна тугу ля дэйги мунзоу сами афиги. А что такое бапту китабин? То есть, когда человек годится или доходит до уровня достоверности, вместо тем, что у него слава память, но у него есть книга. Это тогда, когда уа гуа цияна тугу. Цияна это что? Защита. Достигается тем, что он защищает ля дэйги свою книгу перед собой, так? Защищает свою книгу, в котором он записал свои хадисы от шейха. Защищает свою книгу. Мунзоу сами афиги. С тех пор, как он услышал хадисы и записал книгу, уа сахагу и эту книгу перепроверил, то есть взял у шейха книгу и сравнил. Так делали мухадисы. Не просто, что записывали и все. После того, как они записали, убрали у мухадиса еще раз книгу и перепроверяли, правильно ли он записал. После этого отдавали книгу и ставили на своей книге печать. Это означает, что эта книга мусахаха, понял, да? То есть проверена на достоверность, на то, что она полностью соответствует той книге, которую он взял от шейха. И говорит, иля аньюад демингу, до тех пор, пока он не отдает из этой книги хадисы. Что это означает? То, что если человек, у него память слабая, и он пользуется тем, что он записывает хадисы от шейха, так, то чтобы он достигал до уровня достоверности, так, что он должен делать? Он должен эту книгу хранить перед собой, чтобы никто в нее не записал чего-то другого. Понятно или нет? Почему? Потому что у имамов часто были варрах, называют варрах, тот человек, который хранит книги, как библиотекарь, понял, да? Они лежат в библиотеке у него, сотки его книг. И если это варрах, варрах су, то есть плохой варрах, некоторые что, добавляли туда что-нибудь. Или человек слепой, например, имам не видит. Он берет книгу и ничего не видит, что в ней написано. Но у него есть книга. И у него должен быть человек, которому он убежден, что он, читая хадисы из его книги от его имени, ничего туда не добавит и не убавит. Понятно или нет? Поэтому человек будет доходить до уровня достоверности, у которой есть книга только в том случае, если он хранит свою книгу с тех пор, как он взял ее от шейха, и до тех пор, пока он не отдаст хадисы своей книги своим ученикам, до вот этого все расстояния времени, пусть 5 лет, 6 лет, так, он должен что, эту книгу, как следует у себя хранить, чтобы она не попала под воду, под дождь, чтобы не потерялись из нее листочки, чтобы никто в нее не добавил, чтобы дети не пришли там, не нарисовали домик бабушки, так, и тому подобные вещи. То есть, чтобы он охранял эту, как называется, книгу. Больше, чем человек охраняет свой паспорт, так. И дальше. А как добиться, говорит, что сохраненности книги? Книги. Это вот это добивается двумя путями. Чтобы он сохранял эту книгу в то время, когда он пишет хадисы от шейха. И он не должен брать эти хадисы, кроме как из асла достоверного. Что такое асла? То есть, книга шейха называется асла, основа, от которой он берет уже не асль. Понял, да? Я будет копия нас, ну, с хабуд, а у него асла. То есть, чтобы ты брал асла достоверного, чтобы у шейха асла достоверной была, а то же там никакой попал, не черновик. А после того, как он пишет книги шейха, его хадисы, чтобы он показал шейху, сказал, ну, это шейх, проверь, правильно я списал или нет. Или взял его асли. Пакаткала Гундар, сказал, что Мухаммад и Маджафар Гундар, лазимту шу'бата аишрина сана. Я учился у шу'бы 20 лет. Лам актуб мин ахадин гайруху шейхан. И не записывал ничего от кого-либо другого, кроме как от него. И если я что-то от него писал, то обязательно показываю ему, чтобы он проверил и сказал, да, это все правильно, сейчас сказал мне его хадис. Как это происходит в истории в Таазибе-Таазибе. И второе, как добиваются сохраненных книгах. Чтобы ты хранил эту книгу в таком месте, в котором она останется защищенной от следов рутуба. Влади, ау харара, или жары, так, или жары. Или чтобы с ней не поиграл игрок какой-нибудь, так, игрок, в смысле, ла-аб, так, абис, то есть, не пришел какой-нибудь там шутник, не поиграл в своей книге, так. Как, например, дети. Или защищал свою книгу от изменений в ней. Вот те, которые охраняют свою книгу, и они нехорошие люди, так. Почему? Потому что целая группа передатчиков были названы слабыми, без сабеби, вар-ра-кигим, из-за того, что у них были плохие, кто охраняет их книг. Как Суфьян ибну Лакия ибну Джаррах, как сын Лакия ибну Джарраха, кто Суфьян. Лакайф ибну Рабе, а также Кайф ибну Рабе были названы тем слабыми передатчиками, именно из-за того, что были плохие те, которые охраняли книгу. И говорит, давай, дочитаем, хоть времени уже подошло, аммислии, чтобы следующее условие хадиса, чтобы этот, или одно и то же условие, чтобы все передатчики Ихнада были такими, так, религиозными, и у них была хорошая память или сохраненная книга. То есть, чтобы все они были религиозными и в памяти. И были четкими в передаче хадиса. Сначала Ихнада до его конца. До того, как закончится, до пророка, так, то есть, зайдет Ихнад до пророка. Или до пророка, то есть, не доходя до пророка, если от хадис, не от пророка, так, как, например, от Ибн Гомара, или от Гомара, и так далее, то есть, хадис Маукуф. И этим самым мы включим хадис, бета-определение хадис Маукуф, то есть, остановленный наш подвижник, и другие, как, например, хадис Морфо. И эти передачи должны быть теми, кому-то уверен в их памяти и в их передачи. То есть, это Байхуни сказал для того, чтобы разъяснить, кто такой бадис. То есть, чтобы у него была хорошая память в голове, так, или чтобы он хорошо передавал свою книгу. И это Байхуни сказал для того, чтобы подтвердить или утвердить условия памяти передачи. Понятно или нет? Вот это что? Пять условий достоверности хадиса. Это понятно или нет? Если что-то будет непонятно, в начале следующего урока, я решила, задавайте вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok